Девушки отдыхают Хорошо известны автолюбители, а вот имя первого страховщика не знает, наверное, никто. А между тем, сегодня автомобилист и страховщик – неразрывные звенья одной цепи под названием автострахование. Каска – это один из наиболее востребованных видов страхования. Автокаска бывает двух видов – полная и частичная. Полное страхование каска защищает от любого повреждения в результате аварии – удара молнии, упавшего дерева, града, сосулек и других предметов. Урагана, возгорания или взрыва, провала под воду, лед или землю. Различных повреждений в результате хулиганских нападений или несчастного случая – угона автомобиля или кражи его частей. Частичное страхование каска подразумевает выбор одного или нескольких случаев, от которых человек хочет защитить свое транспортное средство. Обычно частичное страхование спасает только от ущерба, который может быть причинен корпусу автомобиля, но не от его угона. Отказ от некоторых позиций увеличит ваши риски, но сделает страхование дешевле. При расчете стоимости страхования специалисты учитывают и другие обстоятельства. Стоимость страховки зависит в первую очередь от стажа и возраста водителя. Считается она обычно от самого молодого водителя, и в большинстве компаний чем воложен водитель и чем меньше его стаж, тем страховка дороже. Второй критерий – это стоимость автомобиля, то есть, соответственно, от которой считается страховая премия по каске. Чем дороже автомобиль, тем каска будет, условно, дороже. Стоимость страховки также зависит от того, стоит ли клиент в браке, мужчина это или женщина. Так, например, в некоторых страховых, если это женщина и она стоит в браке, то страховка может стоить дешевле. Учитывается и количество лиц, допущенных к управлению автомобилем. Например, если к управлению допущено более двух-трех человек, то стоимость страхования может повыситься. Стоимость каска зависит от места хранения автомобиля в ночное время суток, если в объем страхового покрытия входит риск хищения автомобиля. Например, если автомобиль находится на охраняемой стоянке или в гараже, то каска может стоить дешевле, если на улице, то дороже. На стоимость страхового полиса влияет и выбранный вариант восстановления поврежденного автомобиля. Например, если страховая компания сама восстанавливает автомобиль или производит выплату деньгами, полис каска может стоить дешевле. Если страховая компания будет оплачивать счет с выбранной вами станции, то дороже. Повлияет на стоимость страхования и набор сервисных услуг, предоставляемых страховой компанией при наступлении страхового случая. Например, если страховая компания сама будет ездить в ГИБДД, КАСКО может стоить дороже. Стоимость КАСКО, кроме того, может быть повышена, если вы до этого уже страховали автомобиль в этой же компании и в течение срока страхования не раз обращались за выплаты. При выборе страховой компании обращайте внимание на следующие обстоятельства. Наличие у страховой компании лицензии. Как давно и стабильно работает страховая компания? Есть ли у страховой компании корпоративные клиенты? Если да, это повышает уровень доверия. Чем шире спектр страховых продуктов, тем лучше. Имеет ли страховая компания филиалы в других регионах? Есть ли у страховой компании официальный сайт? В правилах страхования должны быть четко определены права и обязанности сторон по договору страхования. Перечень страховых случаев и исключения, при которых страховщик может отказать в выплатах. Если вас не устроили правила одного страховщика, идите к другому. Выбирайте до тех пор, пока не найдете оптимальный вариант. Однако застраховать машину – это только полдела. Значительно сложнее получить страховые выплаты. Если все-таки избежать неприятностей не удалось, на какую сумму выплат может рассчитывать пострадавшее лицо? Страховая сумма в интересах полного возмещения должна быть равна действительной стоимости автомобиля. Сумму страхового возмещения рассчитывают с учетом размера ущерба страховой суммы, указанной в полисе износа автомобиля и франшизы. Франшиза – это та стоимость, та сумма, ради которой клиент готов не ждать автоинспектора, ему легче заплатить самому тому или иному ущербу. В случае какого-то ДТП, если была применена франшиза страховым специалистам, страховая сумма выплачивается за минусом этой франшизы, то есть за минусом той суммы, которая была в франшизе. Соответственно, эта франшиза удешевляет страховку, но не будет в полной мере выплаты производиться при страховом случае. При этом очень важно знать, в каких условиях страховая компания может отказать клиенту в страховой выплате. Например, клиенту откажут в страховой выплате, если он управлял автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения, если застрахованный автомобиль был передан лицу, не имеющему права на управление данным транспортным средством, если страховой случай произошел вне территории страхования. Существует ряд специфических исключений, которые просто нужно знать. Например, можно встретить отказ в возмещении ущерба, вызванного повреждением покрышек и колесных дисков, если это не повлекло за собой повреждение других узлов или агрегатов автомобиля. После того, как соблюдены все формальности, установлена сумма ущерба и величина выплат, остается получить деньги. Возмещение по страхованию может быть выплачено тремя способами. Это наличный, то есть когда клиенту деньги даются на руки, безналичным способом, и направлением страховщиком в автосервис. В случае, если повреждение незначительное, то, безусловно, выгоднее третий вариант, чтобы вы ремонтировались в автосервисе официального дилера. Итак, нужно ли водителю каска? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Автокаска является добровольным видом страхования. В конце концов, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Субтитры создавал DimaTorzok